Ребят, всем привет! Ура, мы можем начинать. Сегодня мы с вами едим по просьбам телезрителей вареники и пельмени. Это вареники, это пельмени. Я здесь сделала огромный шмат масла, который тает. Я очень голодная. Давайте начинать. Сейчас время, час дня. Я еще не ела. Это кетчуп с майонезом. Это пельмешка. Пробуем. Ммм, ммм. Сегодня у нас батерл. Пельмени против вареников. Ммм, вкусно. Сейчас вам расскажу историю просто. Ад. Сейчас я все это поставила. Короче, поставила соуса. Поставила соус со сметаной МНС. И моя кошка все, вообще все, напрочь уронила на пол. Со сметаной. В момент, когда я накладывала пельмени. То, что я была в шоке и стала на нее орать. Это факт. Ммм. Обалденно. Ребят, надеюсь, с фокусом все хорошо. Это вареники с картошкой. И шкварками. Пельмени из говядины. Давно не было пельменей. Здесь где-то, ну, суммарно, если говорить, около двух килограмм. Килограмм очек и грамм восемьсот вот этих вареников. Короче, разбилась у меня одна чашечка. Весь соус на полу. Ну, у меня, правда, другой реакции не было. Просто такая, Соня! И она убежала. Сметана. Ну, знаете, тоже как бы орать сильно. Он все равно ничего не понимает. Ммм. Обалденно. Я варила пельмени с кубиком маги. Давно я так не делала. Это очень вкусно. Именно когда пельмени варишь в бульоне. Ммм. И побольше соуса. Что хотела рассказать. Сегодня использую новый фокус. Посмотрим, как получится. Ребята, если будет плохо, простите, я пытаюсь. Сейчас тоже я проверила. Ну, вроде нормально. Ну, так непонятно. Ммм. Короче. Увидела в тиктоке видос. Девочка тиктокерша снимает ша. Типа, пришла она в компанию. Ну, говорит, там были мои друзья. И была еще одна новая девочка. И новая девочка у нее спрашивает. Типа, ты что, тикток снимаешь? Она говорит, ну да, снимаю. Вот так, говорит. Типа, сколько у тебя подписчиков? Она спрашивает. Девушка отвечает, что, типа, не знаю, миллион сто, по-моему, у нее в тиктоке. Девушка вот эта, которая, как бы, не тиктокишь и говорит, слушай, фу, для тиктока это мало. Понятно, там есть по сто миллионов, да? Она говорит, а у тебя сколько в тиктоке подписчиков? Девушка отвечает, я, типа, вообще этим не занимаюсь. У меня, типа, обычная работа. Я такой фигня не страдаю. Она такая, ну ладно. А в инстаграме у тебя сколько? Тай говорит, 20 тысяч. Она говорит, 20 тысяч, это мало ли инстаграм? И она опять спрашивает, что у тебя сколько? Она говорит, я этого не занимаюсь. Типа, не инстаграм, не тикток, не снимаю. В итоге все свелось к тому, что вот эта девочка ее просто так и ша. Я бы сказала, иди в жопу и до свидания. И сняла я на это видео про, ну, типа, про обесценивание. То, что вот, типа, не позволяйте никому обесценивать свой труд. И в целом, я с ней очень согласна. Часто люди обесценивают других людей, ну, как бы, тем самым немножко поднимают свою самооценку. Или говорят о вещах, которых не знают. Там, не знаю, начинают давать советы. Еще что-то. Ну, как бы, тут можно прислушиваться, либо кто-то может воспринять это, знаете, как вот такую критику в свой адрес. Поэтому, мне кажется, очень многие люди замкнуты, боятся что-то делать. Потому что общество достаточно критично относится к этим всем моментам. Ммм. Поэтому, ребят, не давайте себя обесценивать. Если вас кто-нибудь обесценивает, похер. Все друг друга обесценивают в нашем мире. Ммм. Но везде есть такие люди. Абсолютно везде. Тут речь не только про Россию. Это, в целом, наша такая черта. Ммм. Ребята, очень вкусно. Вот даже я не знаю, что вкуснее. Потому что и вареньки вкусные, и пельмени вкусные. Но кетчуп, ну, на этом вкуснее, чем сметана. Вчера я делив в гости к моему папе. Пап, привет. Ты смотришь это видео. И я опоздала. Ммм. Как бы, знаете, что для меня опоздание, если кто-то опаздывает. Мне вообще тяжело с часами. Как бы я... Мне все время кажется, что я везде успею. Даже несмотря на часы. Вот. Но тут я реально опоздала на полтора часа. Я выдумаю, как мне, в принципе, научиться не опаздывать. потому что я постоянно опаздываю. Или это моя черта характера и в целом мне нужно себя переучивать. Ммм. Но это плохо. Ты на работу опаздываешь, да? Это семейные вечера, мероприятие. Знаете, типа, важное собрание какое-то. Конечно же, я не опаздываю так сильно. Но тут я думаю, что ладно, я, типа, не на работе. Можно расслабиться, никуда не спешить. Поэтому я опаздываю. Ммм. Ребят. Я не знаю, стало ли меньше перьеменей, но все. Я объелась конкретно. Было очень вкусно. Мне кажется, и то, и то вкусно. И пельмени, и вареньки бомба. Но это придется ставить, да есть чуть позже. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую. И скоро увидимся. Пока.